Первые жертвы года дракона. Всего за 10 дней новогодних каникул в набережных Челнах произошло больше полусотни различных преступлений. Самыми популярными стали кражи, но в праздники в городе был зафиксирован ряд тяжких злодеяний. Не обошлось без погибших. Подробнее в сюжете Кирилла Ерофеева. Первым погибшим в новом году стал 52-летний мужчина. 3 января около 7 часов вечера он попал под колеса автомобиля на трассе набережные Челны-Заинск. Смерть была мгновенной. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники автоинспекции. По их словам, сейчас ясно только то, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Водитель так описывает случившееся. Высочил под колеса человек. Внезапно вообще даже не поняли откуда. В итоге вот такое вот происшествие. Самым первым же преступлением 2012 года стало хранение наркотиков. Сверток с несколькими граммами конопли был изъят сотрудниками полиции у молодого челнинца. Хотя само задержание произошло еще 31 декабря, а разбирательство затянулось до нового года. Для себя приготовил из дикой конопли смесь. На посту на набережную Челна-Заинск. За прошедшие 10 дней праздника в городе было и изъятие наркотиков, и изъятие оружия. Однако больше всего полицейские зафиксировали бытовых преступлений. Ссоры и драки между родственниками или близкими друзьями. Некоторые из них чуть было не закончились убийствами. Дело в том, что продолжительное потребление спиртных напитков плохо сказывается на работе мозга. Но естественно люди ссорились. Отмечен тяжкий вред здоровью. Четыре факта по городу. Кроме того, отмечено 15 угроз убийствам. Но ссорятся люди. Всего за эти каникулы в городе произошло 68 преступлений. 64 из них раскрыто. Согласно статистике, наиболее криминогенными стали квартиры и подъезды города. Именно там было зафиксировано подавляющее число преступлений. Одними из самых безопасных мест в городе во время праздников стали городские елки. Здесь, по словам полицейских, не произошло ни одного преступления. Так что начавшийся год дракона они называют миролюбивым. Кирилл Ерофеев, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.